Начинаем нашу после-начью пресс-конференцию. Ваше внимание два главных тренера, встречающихся сегодня команды. Это тренер команды гостей Дмитрий Васильевич Голубев и Павел Гусев, новый главный тренер Живенов Глуберфавил. По традиции, сначала гостям в словах, Дмитрий Васильевич, поделитесь своим первым впечатлением на матч. Для меня сегодня два разных тайма наблюдалось. В первом тайме откровенно провалили все, что задумывали. Для моего взгляда, в первую очередь, это середина пули. А и несколько тураментов на планки упустили. Коллективный отбор поступали не своевременно. Поэтому результат первого тайма, как у нас, был очень хорошим. Во втором тайме, отчасти, наверное, и соперник расслабился. Замена центральной зоне дала себе знать, в общем-то, и по контролю кое-что удавалось. И даже создали несколько опасных моментов. Конечно, если бы после подачи хорошей Ширякова вовремя головой пробелы были удачно, я думаю, что все-таки поинтереснее второй тайм был для зрителей. В целом, получилось так, что, наверное, за сложные победы хватило сегодня было. Пожалуйста, вопросы. Макару, мы что, не ясно? Да, надо проверить. Но вообще наступили на бедро. Полевые ощущения сильные были. Что здесь? Еще вопросы будут? Продолжаем нашу конференцию. Папа Телевич, какие у вас впечатления от дебюта Факеля после Магарита Мацутского? Ну, считаю, что результат матч абсолютно закономерен. Абсолютно закономерен. Мы владели на протяжении всего матча и игровым, и территориальным преимуществом. Если брать, согласившись со своим коллегой, Капа Телевич сказал, что два разных тайма есть. Естественно, что у меня тоже такое же мнение о своей команде. Очень приличный первый тайм с контролем мяча. Это же не потому, что мы подсчетывали, а по содержанию игры. И не очень, скажем так, в плане организации игры убедительно выглядели второй тайм. Хотя владели полностью. Вся игра была под нашим контролем. Но есть ряд претензий, претензии серьезные. То, что касаемо именно игры, очень много было необязательных потерь. От этого немножко такой он получился не совсем целостный весь матч. Будем разбираться. Но здесь есть какие-то объективные для этого объяснения, связанные с тем, что климатическая услуга, жара, конечно, накопилась усталость. И на фоне усталости, естественно, что немножко стало больше потерь. В перерыве я попросил ребят, с учетом того, что мы введем 2-0, если в первом тайме мы прессинговали, и за счет этого мы предполагали, что команда Металлур Хурекса будет играть вторым номером. Собственно, так и построили они свой тактический план на игол, уповая на стандартные быстрые атаки. Но в первом тайме мы практически не дали. И во втором тоже так. Вот это один единственный момент. Пропозиционная ошибка. Не разобрались мы немножко. И я сказал ребятам, что постараться в первые 15-20 минут попытаться максимально взветить темп, в этих даже сложных условиях взветить темп, попытаться добиться взятия ворот, тогда будет проще. И, собственно, так и произошло. Так и произошло. Ну, второй тайм, я еще раз скажу, что из-за технического брака много тех комбинаций, которые должны были проходить, они проходили только из-за технического брака. Ну, в плюс, в чем мысли не знаем, что вы говорите? Естественно, что несыгранность. У нас большая группа игроков, новых в коллективе. Для этого требуется время. Требуется время. Все. Ребята начинают понимать то, что мы от них требуем. Потому что действительно дефицит времени был. и укомплектовать команду, и в физическом плане их вывести на какой-то определенный к старту уровень готовности, и в тактическом плане что-то наиграть. И здесь вот все вместе, все вместе, да, сказывается пока много есть, ну, скажем так, не совсем согласованных действий. Ну, старт есть старт. Всех поздравляю с победой. И надеюсь, что по ходу чемпионата мы будем прибавлять от игры к игре. Вот именно с учетом того, что будет появляться сыгранность. Приятно удивил Корпоф вообще. Ты первая игра. Ну, наверное, самый-самый такой, не потому что он мяч забил, а в первом тайме очень много брал на себя и обострял ситуацию. Он забил мяч. Второй момент реально голевой создал, когда обыграл, отдал практически в ногу, берегу вложил, и просто Миша не исполнил. Ну, как он исполнял, у врата я попал. А так, что он обострял, у него сильное качество. И при тактическом плане выбора на игру я его практически освобождал от оборонительных действий, нацеливал на атаку. Практически он становится как третий форвард. И он достаточно ярко сыграл особенно в первом тайме. Во втором тайме накопилась усталость и начал он делать не то, что он должен делать. Он игрок штрафной площади. Он за счет своего дриблинга, за счет своей пластичности он опасен от игрок штрафной площади. Его было штрафной штрафной площади. А он сильно куда-то стало меньше, стал армировать в центре поля. Поэтому много потери. И немножко так. Он вообще картину так просто. Немножко. Ну, сыграл ярко. Ну, очень приятно, что появился человек, который очень хорошо мыслировать один в один. Естественно. Получается еще и проблема молодого игрока, если так правда закрытый. Решается две проблемы. Яркая индивидуальность и просто молодой игрок. Большой, большой. По поводу один в один не только кормок сегодня пришел в оборку. Вообще приятно удивил, потому что команда. Футболисты не стесняются брать его на себя. Вообще мы давно не видели. Мы вложили установку. Да, мы требуем это. Требуем тренировочной работе, требуем на предмачивании установки. Я акцентировал на этом внимание, чтобы группа атаки, это нападающие, это крайние полузащитники, это центральные, 5 человек как минимум, мяч под контролем, скоростное действие с обострением, с обыгрышем в штрафную площадь. Потому что, если команда играет, как в Икса, 10 человек в обороне, если не убыстрять игру, взломать такую оборону за счет поперечных передач, смысла нет. Это обречено на провал. Сегодня Сальников и Альшин в основе не вышли. Означает ли это, что пока мы связки впереди ищите, или просто они не были готовы? Ну, если вы обратили внимание, что я выпускал-то и Сальникова, и Альшина усилить атакующие действия. С выходом Сальникова я рассчитывал на то, что за счет его габарита создаст давление в штрафной площади. Альшин придаст скорости на фланге. Но то, что я хотел бы, не совсем получилось. Андрей Сальников начал очень глубоко отходить и выигрывать, начинать с центра поля. Это не его обязанности. Для этого есть у нас связующие два центральных полузащитника, фланговые игроки. И поэтому он пытался это делать, но коэффициент полезного действия оставляет желать лучшего в этом компоненте. Также, скажем так, не совсем попал он в игру. Не совсем попал он. Надеюсь на то, что они тоже прибирают, они игроки обоймы. А как в таком состоянии кто будет? До этого мы наигрывали связку впереди. Собственно, тут состав, который играл. Мы играли последнюю контрольную игру, двухстороннюю игру, с регулирующим составом. В этом сочетании, стартерный состав, который выходил, пока предпочтительнее выглядят и Брюкова, и Цушкина. Когда же жалеет на поле был, они скоро бы умутирают, не умились после этих флангов. Это задание. Когда Альшин вышел, корпус стал слева играть, постоянно Альшин справа, он, на мой взгляд, Калад немного потерял. Немножко потерялось, я согласен с вами абсолютно. Почему? Потому что в первом тайме было дано задание, что меняться фланг, они там стандарты шли, и эпизодами, там какие-то отрезки, они менялись и играли с выходом Альшина. Альшин играет с правой стороны. Поэтому Диме пришлось уйти на левый фланг и, скажем так, не совсем продуктивно, потому что у него рабочая нога правая. Здесь он с уходом в середину, а там скученно все. Наша задача была оставить его один в один с его скоростными и с его дриблингами. Ну, здесь, понятно, мальчишка молодой, уже жара, немножко подустал, и поэтому и потерь больше стало. Бирюков был по причине травмы заменен? А? Бирюков по причине травмы заменен? Ну да, у него микротравма там все. Ну и мне хотелось, я еще раз говорю, хотелось добавить мощи за счет того, что Сальников придержал мяч. Вторым темпом он должны были поддерживать атаку Думровин и Бикетов за счет того, что Сальников сохранял бы мяч, отыгрывался и со второй позиции шла бы реальная угроза. К сожалению, не совсем получилось. За это ему концовки запекали, да? Как ты понимаешь? Ну, скажем так, внес коррективы определенные. Игрока по фамилии плеймейкер зовут Бикетов Артем, да? У нас вообще? Ну, в центральной зоне, да. То есть, вот это его позиция? Его позиция, ему задание, они два центральных предмещитника, Дубровин и Бикетов. При развитии атаки у Бикетова было задание. Дубровин в большей степени роль опорника выполняет. А Артем Бикетов выдвигался под двух нападающих и его задача была принимать мяч с учетом того, что команда соперника выстроила три линии обороны, да? Четыре защитника, четыре полузащитника и два нападающих. Один из нападающих садился и 4-5-1 получился. И вот его задача была разгонять и так и принимать мяч между линиями. Между линией обороны и средней линии. С учетом того, что я дал задание Коробову смещаться и играть как третьим форвардом, третьим форвардом, здесь защитники были связаны, четверка. Полузащита свою работу у команды соперника выполняла. И вот его задача была принимать здесь мяч и разгонять атаку и подыгрывать проникающие передачи. Оттема должна была больше идти. Желяю ранее замены за уставость. Но игрок такого уровня как Коля Желя он приехал к нам буквально за 4 дня до старта чемпионата и нам хотелось бы конечно больше. Естественно, что он подустал и в разговоре с ним он готовился с футбольным клубом Уфа. Но вы знаете, что премьер-лиги старт чемпионата в августе месяце и они насколько я знаю я общаюсь с ребятами с Уфой, которые у меня в Урале играли вместе на сеансе Макин и Сафраниди. У них очень много Игорь Владимирович Калаванов сейчас проводит на этом этапе наверное оправданно не наверное точно оправданно что чемпионат еще через три недели практически начинается много беговой работы и меньше специфической работы поэтому наверное с этим связано какая-то то, что Коля не так ярко сыграл но мы надеемся он достаточно квалифицированный игрок и надеемся на то, что он от игры будет прибравлять Еще вопросы будут? Выезд традиционно бывает что проблемы у Факера как-то будете с этим настроить дополнительную команду потому что бывает что в последние годы на выезд то ли не настроят то ли какие-то другие проблемы часто к сожалению даже с не самыми сильными командами провалов если я скажу что я не буду настраивать вы вообще меня никто не поймет конечно будем настраивать конечно будем готовиться сейчас изучим получим материал уже по первой игре если здесь мы практически с листа играли не знаю не так я посмотрел прошлогодние игры но они не совсем информативность команды состав изменился тактика я предполагал что тактика не изменится так она и была а исполнитель а сейчас уже мы получим видеоматериалы первого тура изучим сильная слабая сторона динамо-брянский от этого будем уже исходить исходить прежде всего от своей игры с учетом каких-то нюансов из-за команды брянска как для вас отсутствие фанатов для вас было неприятным моментом или в принципе восточная трибуна их заменила то что там ну я благодарен очень болельщикам очень благодарен болельщикам за то что с первой практически до последней минуты поддерживали даже в тех моментах когда были там эпизоды ну скажем так не совсем убедительные да действия некоторых игроков тем не менее поддержка очень хорошая за что от всей команды я благодарен все а то что отсутствовали это я не знаю с чем это связано поэтому общая поддержка великолепная футбольная атмосфера великолепная считаю что праздник удался и самое главное что команда победила это это главное на данном этапе ну что ты дальше когда говорить как он что-то импект удачи а